Я играл совсем недавно, в марте месяца, в начале месяца, на международном турнире, это флотопом, в Москве. И первую играл, первую партию, которую я вам покажу, игралась во втором туре с армянским гроссмейстером Арутиняном. Я играл белыми. В партии была достаточно длинная теория, но большинство из вас, во-первых, не обязательно это играет, во-вторых, в юношеских шахматах, в обычных теориях, так далеко изучать бессмысленно, не нужно, поэтому мы так достаточно подробно на целом ряде моментов остановимся и обсудим. Значит, я играл белыми. Разыграли мы каталомское начало. Ну и здесь у черных в этой позиции огромный выбор схем, которые, в принципе, так можно разделить на басснословый блок. Первый, это черные не хотят забирать вот эту пешку. На c4. И, соответственно, это называется закрытый каталог. К этим схемам осносятся, что когда черные, допустим, играют слон e7, два ноля, или часто они дают слон b4, шарфы на слон d2, отходят слон b7, такой исчезающий ход делают. И потом ставят в тех или иных порядках. c6, слон b7, b6, слон b7. Вот мой соперник, он как раз предпочел пешку взять, забирал доцел в этой позиции. Значит, слон g2. Давайте вообще попробуем с вами сформулировать, а за что белые отдали пешку дебиле. Кто-то может объяснить? Давай. За церковь. Ну, вот часть я с тобой согласен, что у них как-то сейчас вот две пешки в центре, а у черных вроде как только одна. Но на самом деле, все-таки у черных есть еще пешка c7, да, они могут этот центр белых, если хотят, довольно энергично атаковать. То есть, сказать, что уже у белых есть преобладание в центре, ну, все-таки довольно трудно. Давай. Ну, потому что пешка это все равно отвалится. Ну, ты знаешь, в принципе, не обязательно. Вот черные, допустим, как-то могут сыграть c6b5 или a6b5 и эту пешку защитить. А если сейчас пешка 4 сходить? А смотри, ну, тогда, ну, смотри, тут просто в этой позиции я уже слон g2 сыграл, и ход в позиции черных. Я мог сразу бы сыграть c4 шаг, но в этом случае бы черные закрылись конем. Я это объясню. Почему? Нет, ничего страшного. И пока бы мы отыгрывали пешку, черные бы сыграли a6b5, слона разлили на b7, проявили c5, и, в общем-то, у них все фигуры были бы развиты, они получили в этой свободную, комфортную игру, то есть особых проблем не было. То есть поэтому уже все-таки в принципе можно сказать, что ходом слон g2 было и окончательно принято решение, что они готовы пожертвовать пешку.